Есть такая французская компания, французский парфюмерный дом, это от Libre Orange, это переводится как «Свободное государство апельсинов» или «Вольно-оранжевая страна». Ну, Orange County почему-то сразу вспоминается. Да, у нас неожиданно сейчас будет мультур парфюмерный. Ну, кстати, Orange County, по-моему, уже был в Киберпанке, в оригинальном у Гипсона. Ну, Orange County – это в Телефонии, да. В трилоге «Моста» там, по-моему, Orange как раз участвовала. Да, то есть мы всё сейчас привяжем к Киберпанку. Хорошо. Значит, история очень простая. Был такой и есть. В общем, парфюмер Этьен де Сварт, он работал в Жванши раньше, а в середине нулевых он просто решил сделать свою компанию, выпустил свою коллекцию ароматов. У них там совершенно дикий провокационный нейминг, то есть у них там есть, например, парфюм «Толстый электрик» или «Конец света», вот, такие вот разные штуки. И в 2021 году они возьмут и выпустят аромат, который называется «Призрак в доспехах». Вот, у них прямо есть про это ролик на сайте. Вот, пожалуйста, Ghost on the Shell, «Призрак в доспехах». И действительно он как бы существует. Сама сайте. Да, и я подумал, что было бы прикольно его попробовать. Вот он приехал. То есть у нас выпустил Мари Кюри. Это, конечно, пробничек, потому что это не большая версия, потому что я не настолько, называется, богат, чтобы на бум покупать разные там хитрые ароматы, но вот действительно вот такой вот пробничек, 2 мл всего. Есть ещё большие как бы флаконы по 50 мл, по 100 мл. Стандартные. Да. Это забавно, что это не просто какая-то отсебятина. То есть вот здесь прямо сзади видно, что здесь копирайт в Сюре Масамуна, автора манги, по лицензии издательства «Кодансе». Погоди, то есть получается они посылали в Японию нюхать это. Они же должны там, помнишь, они же все утверждают там. Да, они должны пробовать, присылать, добавьте красненького. Конечно, конечно. Да, вот видите, всё серьёзно. Сделано во Франции. Здесь прям как-то даже бумажка. Калстаншел 2, сэмпл, не для продажи. Ну вот он. И вот такой вот, внутри такой маленький атомайзер на 2 мл всего. Вот. И ну что, вот он у нас есть. Сейчас давайте его прямо попробуем. Распылим? Да. Главное, чтобы тебе не начался взлом. Да-да-да-да-да-да. Гост-то не начался. Можно его на бумажку, конечно. Давайте прямо на это самое. На запястье, как обычно. Да, я предлагаю сейчас. Ой. Я первый раз пробую. Я вот только сфотографировал, и... Сейчас, я жду, когда киберпанк начнётся. Ну, чем пахнет киберпанк, рассказывай. Чем пахнет киберпанк. После ковида, наверное, это отдельное удовольствие писать. Смотрите, я вот сейчас, у меня здесь открыто описание, там написано, что, значит, есть ноты юдзу, молока, амброксана. Это амброксана, синтетическая амбра, это то, что раньше добывали из кашалотов, а потом стали синтезировать. Фрукты, цветы, нежная кожа, ваниль, мускус, жасмин и мох. Я помню, что юдзу – это японский... Цитрус. Помесь цитрус, помесь мандарина, апельсина. Значит, на поверку это получается что-то абсолютно корпоратское. То есть, если опирировать понятиями киберпанка 2077, а не призрака в доспехах, то есть, такой какой-то очень женственный запах, хотя он заявлен как унисекс, очень чистый такой, колючий, острый, похоже на, знаешь, вот... У нас цитрус есть, то... Типа чистота такого дорогого отеля, когда ты заходишь в номер, который до тебя там каким-то очень хорошо прибрали, и там всё прямо чистое, хрустящее, холодное такое. То есть, корпоративное, да. Есть какое-то что-то вот металлическое, резиновое, хотя, конечно, есть там и цветы, и мускус прямо очень чувствуется. Он довольно резкий. Слушай, а я, кстати, не знаю, в духах вот это используется. Помнишь, обычно в пище, когда ингредиент максимальный объём занимает, его первым пишут? То есть, по... Нет, ну там есть как бы начало, есть среднее, и есть какие-то такие затухающие тона, которые остаются... Он же по-разному ещё может там раскрываться там на коже, на то, на сё, там через час он будет пахнуть по-другому, но вообще вот что-то такое, он очень такой, знаешь, синтетический, то есть, нельзя сказать, что это там, например, цитрусы, да, или это... Он какой-то очень такой сложный набор ароматов, как будто, знаешь... Идентичных натуральному, как в будущем. И какой-то металл есть, и что-то, знаешь, резиновое может быть. То есть, вот... Боже, круто. У ассоциаций мы взяли какую-то вот готовальню, да, там, где там лежит какой-то штангенцизеркуль железная или ещё что-то с ластиком вместе, и кинули в какую-то цветочную клумбу. И вот оно как-то там всё так перемешалось, и металл, и пластик, и, я не знаю, может быть, из-за того, что призрак в доспехах, конечно, я начинаю, как бы, мозг начинает домысливать какие-то такие вот ассоциативные... А так всегда и работают. Да, ароматы. Ну, по крайней мере, в виноделии так и работает, это точно. Да-да-да. Вот на фрагрантике пишут, что напоминает детское мыло и нейтральный дезодорант Рексона. Я не знаю, детского мыла здесь... Что-то такое... Мыло детское тоже разное бывает. Что-то такое точно синтетическое есть, ну и, в принципе, я, конечно, готов согласиться, что такой аромат может использовать майор Кусанаги из Призыка в доспехах. Верю, то есть... Да, я бы не сказал, что он прям такой вот унисекс-унисекс, потому что мне кажется, что он больше женский, хотя... Хотя... Хотя зависит. Ну, унисексы... Да. В смысле, там цветочные... Ну, что он там как... Ну, есть цветочные ароматы для мужчин вполне подходящие, но здесь скорее... С другой стороны, как говорится, только настоящий мужик может носить розовое. Да-да-да. Я не уверен, что я осилил бы флакон на 50 миллилитров или на 100, но вот такой вот пробничек довольно интересный. Теперь я могу сказать, чем пахнет призрак в доспехах. Вот есть ли здесь как бы часть доспехов и часть призрака, да, что как-то, может быть, меняется аромат, но на самом деле нет. По-моему, он довольно какой-то цельный такой. То есть, если тебе скажут, да ты киберпанк еще и не нюхал... Да-да-да-да-да, можно сказать, что он пахнет цитрусами, мускусом, железом, резиной и каким-то таким виллась, пластиком и такой чистотой. Прям вот, знаешь, такая хрустящая чистота, чистотой. Вот что-то такое. Вот такой неожиданный артефакт сегодня у нас.